Продолжаем вторую лекцию. Сейчас во многих странах все больше людей, особенно с низким уровнем дохода, вынуждены жить в потенциально опасных и маргинальных районах. То есть в таких районах, как паводки районы, на открытых горных склонах, аридных или полуаридных землях, где они подвергаются риску вредного воздействия изменения климата. Даже незначительные климатические изменения могут обернуться губительными последствиями для жизни и источников с риск существования этих людей. В таком же положении находятся и многие виды, адаптированные, многие виды животных и растений, которые адаптированы к очень специфическим климатическим условиям. Незначительное изменение таких условий может создать безвозвратную утрату данных видов животных и растений. Хотя вопрос изменения климата изучен еще далеко не до конца, но уже накоплено достаточно знаний о масштабах последствий, степени рисков и потенциальных возможностях адаптации, чтобы без промедления уже нам приступить к делу. Что такое смягчение последствий изменения климата? Это используемый в климатологии термин, который охватывает действия, предпринимаемые в целях снижения количества выбрасываемых в атмосферу парниковых газов или удаления этих газов из атмосферы. Мы можем сократить выбросы парниковых газов, если уменьшим использование ископаемого топлива для производства энергии и обратимся к альтернативным источникам энергии, таким как солнечная энергия, энергия ветра, энергия воды и так далее. Мы все знаем, что деревья удаляют из атмосферы углекислый газ, поглощают углерод и поэтому лесонасаждение имеет очень большое значение. К сожалению, вырубка лесов приводит к повторному выбросу углерода в атмосферу, что является одной из основных причин того, что высокое содержание углерода в атмосфере представляет на сегодняшний день очень серьезную проблему. Хотя большая доля вины за изменение климата лежит все же на развитых странах, однако стремительный процесс индустриализации в развивающихся странах, который вызывающий потребность к вырубке лесов и использовании ископаемого топлива, процесс этот привел к увеличению количества парниковых газов, производимых этими странами. Сегодня перед развивающимися странами стоит сложная задача. Они должны продолжить развитие промышленности и развитие в целом своей жизни, не повторяя ошибки сегодняшних промышленно развитых стран, то есть не наносить непоправимый ущерб окружающей среде. Воздействие изменения климата может быть измерено как экологическая стоимость. Это особенно хорошо подходит для рыночных воздействий, то есть воздействий, которые связаны с рыночными сделками и напрямую влияют на внутренний валовый продукт. Денежные меры нерыночных воздействий, например, воздействие изменения климата на здоровье человека и экосистемы, сложнее рассчитать. Какие у нас есть рыночные воздействия? Разрывы в знаниях первое. Это расчет влияния распределения требует подробных географических знаний, но они являются основным источником неопределенности в климатических моделях. Еще такое рыночное воздействие, как уязвимость. По сравнению с развитыми странами, существует ограниченное понимание потенциальных последствий изменения климата в развивающихся странах. Еще одно рыночное воздействие – это адаптация. Адаптация – это будущий уровень адаптационного потенциала в людских и естественных системах для изменения климата, повлияет на то, как изменение климата повлияет на общество. А также социально-экономические тенденции. Будущие прогнозы развития влияют на оценки будущих воздействий изменения климата. А в некоторых случаях различные оценки тенденций развития приводят к отмене прогнозируемого положительного воздействия на прогнозируемое отрицательное воздействие. Какие у нас существуют секторы рынка? Первый сектор рынка – это сельское хозяйство. В зависимости от исходных положений, исследуем экономическое воздействие на удвоение в атмосфере углекислого газа по сравнению с доиндустриальным уровнем позволяет заключить, что это оказало бы немного негативного, да умеренно позитивного совокупного эффекта. Другие секторы рынка – допустим, ресурсы пресной воды. В этом секторе издержки и выгоды изменения климата могут принимать различные формы, такие как денежные издержки, выгоды, изменения экосистем и антропогенные воздействия, например, потери некоторых видов животных. В отношении водоснабжения можно спрогнозировать, что издержки будут превышать выгоду. Промышленность. Третий сектор рынка – это промышленность, поселение и общество. Экономический ущерб от экстремальных погодных явлений в крупных национальных или крупных региональных масштабах вряд ли превышает несколько процентов от общей экономики за этот год, за исключением возможных резких изменений. Продолжение лекции слушайте в следующем разделе. Продолжение следует... Продолжение следует...